Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 711, второй том. Против вас было такое обвинение в газете «Московский комсомолец на Алтае» от 27 мая 1999 года, что без вашего благословения члены общины не имеют права жениться. Так ли это? Ответ Игнатия Лапкина. Статья была заказная. Ни одного поносного обвинения газета не смогла доказать и проиграла три процесса полностью. Ко мне обращаются молодые иногда за советом, спрашивают и их родители, «Подходят ли дети друг другу? Разве я не вправе ответить на их вопрос?» Не было еще ни одного случая, чтобы события пошли другим путем вместо того, который я предсказывал. Вот два примера. Мои письма из личного архива. Письмо перед свадьбой. «Мир вам, друзья и братья!» Получил просьбу Тани молиться об их деле. Тани на рассуждения, советы, и она мне по сердцу. «Батюшка не желает, чтобы я вам что-либо говорил такого, что расстроит вашу свободу. И я молчал. И когда меня Алевтина Пантелеевна спрашивала мое мнение о Саше, я не мог все сказать согласно наказа батюшки, желающего, видимо, этого союза. Может быть, более всего лишь из-за того, чтобы с Таней чего худшего не случилось, не вышло бы за какого-либо баптиста, а Саша, чтобы не повторил подвиг в кавычках Саши Фурсова. Но я молюсь, усиливаясь молчать, а дух говорит «Говори и не умолкай, ополчайся!» Я чрезвычайно люблю Таню и всех вас, и скажу «Отложить хотя бы на год!» Саша чрезвычайно изменился, не в лучшую сторону. И мне было и горько за Таню. Если она все же выйдет за Сашу сейчас, то это ей, видимо, пожизненное наказание за то, что отвергла брата Севастьяна. Ни в чем, ни нарекаемого, ни от кого. Повремените, и если не примете сего свидетельства, то я чист от крови вашей. Я вам не мешаю, не препятствую, но Таню мыслю, как свою дочь, и как ей будет, хорошо ли? Саша ведет себя гордо, без советия, очень любит плакаться на плече недуховных женщин, что с ним обошлись несправедливо, горит в саможалении. Из него неудержимо выползает природное, дикое хамство, дерзость. Последнюю встречу со мной он вел себя, как безбожный хулиган, и невозможно его было остановить. Требует от меня того, о чем и рассуждать ему не позволено. Никакого и ничего контроля над собой не чувствует. Повремените. У Саши есть хорошая черточка, он через день или несколько дней кается, но насколько это искренне, не знаю. Занудливость многолетняя, много и зря смеется, на грани цинизма. Страшно боюсь за него, он близок к полному падению. Не спешите. Вы делайте, что хотите, но я свое слово должен был сказать. Я очень люблю Аллу, Таню и всех вас, и Сашу. Не ошибитесь. Молюсь о вас, а слезы в глазах, жалко вас. Храни вас Бог. Игнатий. 29 мая 2000 года. Второе письмо. Размышления. Письмо по поводу брачного пира Старкова-Гладких в подвале кардиологического центра города Барнаула, кафе-зал, 1 сентября 1996 года из личного архива Лапкина Игнатия Тихоныча, том 69, лист 24. Не согрешил тот, кто был на этом торжестве, и тот, кто не пошел туда, считая это зазорным, как неприличное место, где в сауне, в бассейне, на массаже бывают рэкетиры, мафиози, место, где не все сидящие молились. Не согрешил ни тот, ни другой, но кто не пошел туда, тот поступил лучше. Говорят бывшие там, все было так хорошо, уж так-то славно. Мне же видится это дело не совсем хорошим по нескольким причинам, весьма тревожным. Не нами сказано, что литургия — это небо на земле, а все остальное ниже того. Из непосредственных участников торжества — жених, невеста, теща — все члены крестовоздвиженской общины. Кто был на литургии? А это начало новой жизни и спрашивание благословений на всю дальнейшую жизнь. Брагосочетание, а не венчание. По слову Златоуста, венцы надеваются только на тех, кто сохранил свое девство до конца. Священник, Духовный Отец, предупредил, что туда не пойдет, и это немало не тронуло замышляющих вместить всех приглашенных в раз и в одном месте. Пренебрегли Духовным в литургии, пренебрегли и, много легче, Духовным лицом. Что на место этого? Я говорил, что в любом деле нужно знать, стоит ли делать его, и предварительно задать четыре вопроса. Первое. Что об этом говорит Библия? Библия говорит, не в пользу выбора места обеда званых, и при том во многих местах. Второе. Чего я ищу этим решением, небесного или земного, вечного или временного? Как легко увидеть, везде предпочтено земное, мнение безбожных, прихоть своего эгоизма. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Притчи 18.1. Третье. Что об этом говорит моя совесть? Этого сказать не могу, но знаю, что совестливый человек бережет свою совесть и не насилует ее, учитывая голос души, притом больной, слабой и израненной грехами. Четвертое. Не принесу ли этим действиям кому-либо вреда, соблазна? И по всем четырем пунктам можно было ударить, как по тормозам. Этого не сделали, и это нехорошо весьма. Не пригласили ни одного человека из поселка Потеряевка, из свято-анфимовской общины, в том числе и меня. И это вам, да не вмениться. И понятно, отчего боялись, чтобы не испортили вам обедни, в кавычках, с сомнительным началом. И потом задать себе вопрос, что приобрели вы тем местом? Ответ ровно ничего, кроме поношения, осуждения. И впредь такого не будет ни у одного члена наших общин. Батюшка не будет даже венчать тех, кто решится на такое, зело прискорбно окончившееся дело. Приобрести не приобрели, а потеряли много и почти сами себя. Ваша обида на Потеримовых и смешна, и позерская, и глупая, и безбожная такая обида, прямо-таки демоническая, со слезами, с зачерствением, только из-за того, что девчонки не пришли на обед. И это только вершина айсберга. Как прогнозируются события? Зло выборочно не бывает. И потому, если вы все не принесете покаяния за ожесточение против непришедших в безбожный зал, вы рухнете окончательно, покинете общину. Зло ваше обратится на вас, вы начнете пожирать друг друга, упрямство, национальной гордыни жены и ерничество, до выката глаз жениха. Остановитесь, еще не поздно. Вы уже проиграли так многое, и промедление смерти подобно. Духи зла, демонические полчища того места захватили вас, и несется ваша колесница вскачь к пропасти. Обида ваша смешна, глупа, в отместку за требования Анатолием Кузьмичом сатисфакции за стихи славы и прочее. «А вот теперь и я могу пнуть вас», так думает заскорузлая бездарность и невежество. Склонитесь низко и спросите прощения у Бога и у людей, обиженных вами. Игнатий, 17 сентября 1996 год. У славы было правильное понимание положения в московской патриархии, и он писал мне, что не хочет и заходить в храмы московской патриархии, где у попа из-за плеча выглядывает черт и строит рожи. Вот его стихотворение о патриархии, но потом он впал в страшную беду, стал в этой патриархии священником. Зачем же те, кто укормила церкви, ковчег спасительный в пучину зол ведут? Или глаза их слишком уж померкли? Во благо тайных, правящих иуд, готовятся народы на заклание, под зверя адского подводится печать, а наши иерархи братское лобзание радешеньки иудам этим дать. За выживание шумят они нетрезво, экуменизм, вот их маяк в ненастии, и к звону злата, грохоту железа, тем прибавляют хохот апостасии. Во всяких ересях нет Господа Христа, из них глядится змей в различных масках, а вера православная чиста. На истинной спасителя закваски небесный хлеб кощунственно мешать с хлебами на закваске преисподней. За это дело страшно отвечать в день недалекий, в судный день Господний. Церковные высокие чины, во имя мира, счастья, изобилия, не увлекайтесь дружбой сатаны, ни подкупом, ни страхом, ни насилием. Оставьте суетный лукавый ВСЦ, масонских лож и без того премного, плодам не быть на древе мертвеце, когда-то древо проклято у Бога. Внимая старцу Божьему Сарова, храня догматов православных благодать, Христовы люди, будьте все готовы слуг адской тьмы в вождях распознавать. Старков ВВ об извращениях в московской патриархии с призывом неустанно обличать и увещевать этих круглолицых бородатов старцев в епископских, архиепископских, митрополитчьих одеяниях. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры